В городе Новочебоксарск пенсии по государственному пенсионному обеспечению получают более 2000 человек. С апреля средний размер социальных пенсий увеличился на 113 рублей и составил 7700 рублей. Детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы – 12100 рублей. У участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, прибавилось в среднем 213 рублей. Сумма пенсий составила в среднем 30800 рублей. С апреля также повысились социальные выплаты, размер которых определяется, исходя из размера социальной пенсии. В их числе – дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, а также выплаты пенсионерам, ранее трудившимся в ядерно-оружейном комплексе. С 1 апреля 2017 года также произошла доинвексация страховых пенсий неработающим пенсионерам. С 1 апреля установлена стоимость пенсионного балла в размере 78 рублей 58 копеек. По сравнению с его стоимостью на 1 февраля 2017 года, увеличение составило 30 копеек. В связи с этим прибавка в среднем как по Чувашской республике, так и по городу Новочебоксарск у получателей страховых пенсий, именно неработающих менсионеров, составила 30 рублей. На сегодняшний день средний размер страховых пенсий в городе Новочебоксарск составляет 13 100 рублей. В результате повышения социальных и страховых пенсий ежемесячные расходы на выплату пенсии в Новочебоксарске с апреля возросли почти на 1,5 млн. рублей, до конца года на 12,5 млн. рублей. В целом в 2017 году на пенсионное обеспечение жителей Новочебоксарск будет направлено 5,8 млрд. рублей. В числе мер социальной поддержки граждан в 2017 году единовременно выплата пенсионерам в размере 5000 рублей в январе и увеличение с февраля размеров ежемесячной денежной выплаты и стоимости соцпакета федеральным льготникам на 5,4%, независимо от трудовой занятости. В городе Новочебоксарск единовременную выплату получили 37,5 тысяч гражданских и военных пенсионеров на сумму 188 млн. рублей. Ежемесячные выплаты федеральным льготникам в среднем увеличились на 116 рублей и составили 2300 рублей. До конца года на их финансирование будет направлено почти 3 млрд. рублей. С 1 августа 2017 года будут традиционно пересчитаны страховые пенсии работавших в 2016 году пенсионеров. В настоящее время готовятся к рассмотрению ряд законопроектов. Об установлении социальных пенсий детям, брошенным родителями в младенческом возрасте, в размере пенсии круглым сиротам. О выплате страховой пенсии с учетом индексации со следующего месяца после прекращения трудовой деятельности. И о ежегодной единовременной выплате неработающим пенсионерам, имеющим стаж в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Елена Фирсова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.